С изменениями в городской бюджет на текущий год согласились даже представители оппозиции. Он хоть и подразумевает дефицит в сумме 600 миллионов рублей, но даст возможность профинансировать социально значимые проекты. Крупная сумма в городской казне предусмотрена на расселение из ветхого и аварийного жилья, дорожную технику и благоустройство. На проведение дорожной строительной специализированной техники на 27 миллионов рублей. На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для вновь созданного муниципального бюджетного учреждения служба благоустройства города на 182 миллиона рублей. Новое предприятие по уборке города должно будет обслуживать три района – Заводской, Октябрьский и Волжский. В апреле из-за недобросовестных подрядчиков они две недели зарастали в мусоре, а весенние дороги были усеяны ямами, как после взрывов. Контракт расторглен, но в будущем надо избежать таких ситуаций. На ошибках учимся, и, соответственно, было принято решение сегодня создать новое учреждение, муниципальные предприятия, которые не будут принимать участие в 104-м федеральном законе, а будут напрямую работать уже с городом и со всеми службами. Инициатива городской власти получила поддержку депутатов. Уже в начале июня первые единицы спецтехники выйдут на маршрут, а осенью, когда закончатся контракты на уборку Ленинского, Фрунзенского и Кировского районов, муниципальное учреждение будет убирать весь город. Пополнится и парк спецтехники. Пока три района, потому что три района у нас по контракту еще контракт выполняется, как контракт закончится, соответственно, остальные три района будут убираться также этим же подразделением. Потому что это подразделение будет одно у нас в городе Саратове, мощное. Мы сегодня для него еще покупаем техники на 150 миллионов рублей. И в планах у нас укомплектовать это предприятие, чтобы оно могло полностью эту задачу сегодня выполнять. Самое главное, говорят в один голос депутаты и чиновники, предприятие будет муниципальное. Вся техника и сотрудники будут на виду и под контролем. А значит и ситуация, произошедшая в апреле, в будущем уже не повторится.